Смотрите, ну, говорит Виктор Чумак о том, что антикоррупционный суд, каждый по-разному понимает. Один говорит, это для борьбы с коррупцией, один считает, что этот суд будет именно для него. Вы за какой бы суд антикоррупционный проголосовали? Ну, я бы голосовал и не за первый, и не за второй вариант. Дело в том, что Чумак говорит, что он будет независимый. Он будет независимый от Порошенко. Он будет зависимый от внешних доноров, которые финансировали борьбу с коррупцией. То есть от международных организаций, которые и так на сегодня полностью влияют на формирование повестки внутренней и внешней политики в Украине. То есть это будет еще один инструмент, но я знаю, что вы любите Соединенные Штаты, а я люблю независимую и нейтральную Украину. Поэтому когда международные организации, так если не воровать, этот вопрос надо задавать Порошенко и Гройсман, которые рассказывают про мифических каких-то чиновников. У нас кто к коррупции имеет отношение? Либо тот, кто назначается по вертикали кабинета министров, который он возглавляет, либо по вертикали Порошенко, как центрального органа и исполнительной власти. Так вот, за что идет ЦИРБОР в Верховном Совете? Будут ли судьи зависеть от Порошенко или судьи будут зависеть от Соединенных Штатов Америки? Если от Порошенко, то борьбы с коррупцией, естественно, не будут, потому что он основной субъект коррупционных оборотов. Если от Соединенных Штатов, то Соединенные Штаты получат бесплатную вертикаль управления украинским политикумом. Смотрите, прокуратура у них есть, НАБУ есть, сейчас будет суд, который не именем Украины, а именем и интересом Соединенных Штатов будет убирать шахматные политические доски любого фигуранта. Поскольку соответствует, смотрите, все, что НАБУ расследовало, рассыпалось в судах, потому что они принимали решения по понятиям, а не по законам Украины. У нас, если помните, я не фанат Розенблата, естественно, для меня все видеодоказательства, которые публиковались, являются вполне убедительными. Но у нас есть такое понятие, как провокация взятки. И это не могут делать сотрудники специальных служб. Это сделано для того, чтобы и простые граждане Украины не попадали в такие ситуации. Но НАБУ с нарушением этого закона проводит операцию, и теперь говорят, вот суд у нас не такой. Во-вторых, я не понимаю, почему чиновников должны судить какие-то честные суды, а обычных граждан Украины коррумпированы. В этом тоже полный абсурд. Суды должны быть честны и для всех. И для того, чтобы судьи не выполняли волю президента или иностранных организаций, они должны быть выборными и подотчетными гражданам Украины. Вот это мое видение, и я бы голосовал только за это. Но эти поправки, естественно, никто не проголосует. Евгений, тогда я просто уточняю вашу позицию. Вы не будете голосовать за законопроект об антикоррупционном суде в том виде, в котором он на сегодняшний день обсуждается. Я верно понимаю? Однозначно. Я не хочу отдавать этот суд ведомству Порошенко и не хочу его отдавать американцам, для того, чтобы они потом любого политика, которая не поддерживает их курс и модель управления Украиной, снимали и изолировали от общества. Спасибо.